Предыдущий ролик про тексты зашел ну очень хорошо, и дальше я точно буду делать такие видосы, и мы обычно будем брать какие-нибудь не очень хорошие тексты известных исполнителей, и сравнивать их с хорошими текстами менее известных, и уделять гораздо больше времени вторым. Но не сегодня. Сегодня уникальный случай. Сегодня я нашел такой удивительный вид песен, как песни про карантин. И нет, если вы вдруг очень наивный человек и подумали, что эти исполнители просто настрадались за время самоизоляции, у них вот накопилось невыплеснутое творчество, и они вылили его в свои песни, то нет. Это галимые и жалкие попытки снискать сомнительные популярности на обсуждаемой теме. Почти все, о ком мы сегодня будем говорить, за исключением самых последних, это прям очень галимые тексты. В общем, здрасте, вы на канале Сейна, сейчас обо всем по порядку. Людей вокруг мало. Работать не с кем. Одни кретины. Оттого и бардак в стране. Привет всем из монтажа этого ролика. Он получился почти на 30 минут, я сам не ожидал. И для вашего удобства внизу расположены тайминги. Вы можете нажимать и переходить на удобные вам фрагменты, они вот красивенько подписаны. Если у вас не подписаны, значит просто переходите в описание и там тыкайте на время и переходите к нужному вам фрагменту. Это раз. Два. Меня постоянно спрашивают, где я беру те или иные вещи, где купить ту или иную стильную штуку, потому что все вокруг вас какое-то не стильное. Так вот, рекомендую вам одну из своих последних находок. Офигенный магазин Case Place. В чем фишка? Там огромный ассортимент всего. И из последнего суперинтересного, что я, например, находил, это эко-чехлы. Они реально биоразлагаемые. Если у вас есть пунктик про экологию или вас просто привлекает эта тема, то вот отличный вариант. Да и к тому же здесь дофигища всего красивого. Есть функция создания нового дизайна и они это делают оперативно, клево и в заказ. Они его очень красиво упаковывают и в заказ вкладывают бумажечку, на которой написано, чехол может пахнуть заводской краской, потому что мы изготовили его в кратчайшие сроки, но запах выветрится через несколько дней. Вот это сервис, которого очень многим русским разным магазинам не хватает. Но на самом деле, помимо того, чтобы создавать собственный дизайн, я рекомендую вам просто посмотреть на их ассортимент, потому что огромное количество всего красивого. При покупке не забудьте указать промокод SEIN, чтобы получить скидку. Ссылка в описании. Я, в принципе, считаю убогим даже само желание написать какую-то песню про актуальное событие. То есть есть редкие исключения, и то я на вскидку не могу прям вспомнить, что вот что-то так задело исполнителя, и он высказывается на эту тему. Есть известные песни там про трагедию Башни Близнецов, есть известные песни про теракты, но это частные случаи. Это действительно человека-исполнителя это задело, он это как-то перепроживает, интересно обрабатывает и пишет. И плюс, опять же, на трагедиях обычно хватает совести не пиариться. А тут коронавирус, к нему отношение не как к всеобщей трагедии, а именно как к бремени самоизоляции, что вот заставили нас дома сидеть. В России это особенно так. И как стервятники налетели на эту тему, всякие исполнители, которые не особо свое творчество уважают. Начинаем мы с самых мразотных примеров. Все вы наверняка слышали коронавирус, корона уходи с моего района. И это еще кое-как потягивало на полушуточную вещь. И я когда то услышал, подумал, ну больше же таких не будет, да, ну это же не может стать трендом. Никто же не хочет слушать, блять, песню про коронавирус. Ну нет такого запроса пользовательского. Никто не сидит там вот, не листает музыкальную ленту, свои музыкальные сервисы. Блин, послушать бы мне музыку про то, что прям сейчас происходит. А до этого он искал песню про финансовый кризис. А до этого он искал песню про глобальное потепление. Это вот так работает, блять. И песня про зиму у него, про лето, про четверг и воскресенье. Есть вообще такие люди? И некоторые Годеят и Газан записали песню Корона Минус. Она бомба, она бомба. Эта девочка-анаконда окутала меня она вот так, 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 откровенно. Давай двигай, чем тебя мама наградила. Поправь корону, чтобы не давила. Она идеальная, но есть один минус. Корона ее минус. Корона минус, корона ее минус, корона минус, корона ее минус. Это не совпадение. Эта песня выпущена сейчас. И корона минус там написано в одно слово. Как коронавирус. То есть здесь даже не напряглись как-то связать это с темой болезни, эпидемии, пандемии. Просто вот это, видимо, рассчитано на таких отсталых, блядь, людей, что они, им интересно не какая-то даже конкретная тема, а просто популярные вещи. Вот что-то, что обсуждается. И они, как дети там, пятилетние, не могут отличить оригинального Бакуугана, да, от китайского Бакуугана. Также эти слушатели, они знают популярное слово коронавирус, и если они увидят корона минус, они на него кликнут. Другой логики вот такого трека, написания, я не могу придумать. Мы больше не будем этот трек обсуждать. Это было приведено как пример полнейшего пиздеца. Вот прям края. Но, за счет того, что я привел вот это вот в пример, гораздо легче будет объяснить, чем мне не нравится текст группы Кис-Кис, карантин. Дело в чем, есть такое выражение, из песни слов не выкинешь. Просто держите его в голове, мы еще к нему вернемся. В моем сердце будто бы вирус. Я одна, и ты тоже один. Нету плюсов, одни только минусы. Ухожу на карантин. На лице медицинская маска. Эпидемия вранья. Не пройдет никакая зараза. Нет болезни сильнее тебя. Сука. Дело в том, что в принципе песни группы Кис-Кис, если не будет какой-то солидарности в комментах и вообще после этого ролика, я может еще отдельно разберу, но мне кажется это вот прям очевидным. Их тексты, их не мог написать живой нормальный человек. Они слишком стереотипные. Они написаны как по ТЗ, как будто у них есть вот сонграйтер, который ориентировался на сонграйтера Арии, инсограйтеров других русских групп и еще на сонграйтера Ранеток, но в худшем смысле. И этому сонграйтеру каждый раз дают ТЗ. И вот у него техническое задание. Написать песню для подростков. Упомянуть вечеринку, бухло, парня, безответную любовь, неуверенность в себе. И их тексты, при том вот самые популярные, это вот одно за другим. Песня «Молчи» это вот то же самое. Социальщина для самых маленьких. Для тех, кто про проблемы в обществе только в новостях слышал, сам вот он никак не пытался это осмыслить, никак не пытался придать ему творческую форму, ничего. Вот он только об этом слышал. Вот так же. В общем, пластиковый Галима написана песня «Молчи». И здесь то же самое. Просто по порядку там «Медицинские маски, между нами расстояние, ухожу на карантин». На какой, блядь, карантин? Карантин от любви? Но мне одному кажется, что это тупо. Поднимается температура, тело ломит и горло болит. Я, наверное, последняя дура, раз тебе разрешаю звонить. Чего, блядь? Ты же уходила на метафорический карантин. От него. Причем здесь реальные симптомы? И то есть у тебя реальные симптомы, но он тебе звонит. То есть это как бы любовь во время болезни и карантин был и метафорический, и не метафорический. Ну то есть вот из песни слов не выкинешь, а из этой выкинешь. Можно поменять местами, тут же, блядь, никакой связи нету, какая разница. Все-все-все-все-все или ничего, все-все-все-все-все, больше никого. Это в техническом задании было просто юношеский максимализм. Вот как-то вот проявите в тексте. И он буквально взял, вот что такое максимализм, все или ничего. И так, блядь, и написал действительно. Нет больше сердечка, заперто навечно, умолять о встрече, меня больше незачем. Опять все-все-все-все-все. Так оно в норме или слабость сама не уйдет? Вот, ну, ну это ж бред. Я до этого упоминал про ранеток, потому что, ну, концептуально коллективы похожи. Но ранетки были поприкольней, потому что там была, ну, вокруг них был сериал, это уже как бы на три головы выше. Вот, а во-вторых, там был вот этот вот концепт, что они все вот такие цветущие девочки. И у них тексты, они все построены на волшебной девчачьей абстракции. Крылья, ангелы, мысами, падающие яблоки с деревьев. Здесь просто вот это вот галимое тезе. Верните мне, блядь, ранеток. Однако, есть сегодня у нас тексты и получше. Это Мельковский, карантин уходи. И лучше он в основном тем, что он хотя бы не тезе. Он не написан вот как надо по лекалам, он написан просто очень плохо. Я просил у себя в инстаграме, когда готовил этот ролик, скинуть мне хороших песен, чтобы этот ролик не получился просто вот засираловым всех подряд. Мне много раз скинули песню Мельковского, и, ну, ребят, ну не так выглядят хорошие тексты, это точно. Я ничего против него самого не имею, может он там человек хороший, но качество текстов просто ужасающее. Вот сейчас осторожно, если у вас там нежная кожа или слабые нервы, то вы можете порезаться и, возможно, травмировать квадратность и банальность этого текста. Наступил карантин, я сижу дома один. У всех друзья и семья, а у меня лишь я. Вот если вы сможете выдумать более банальные рифмы, то вам просто медаль. Зазвонил телефон, я знаю, это курьер. Ну, хоть бы это был не он, как он мне надоел. Что, блядь? Ну, так не вызывай курьера. Или вызови там через это Яндекс хуйню какую-то, ты наверняка в Москве живешь, там не звонит никто. Ну, это же бред. Ладно, ладно, допустим, это типа ироничная такая песня. Опустим. Я так устал дрочить, это шутка сейчас. И надоело мне самим собой говорить. Глагольная рифма в припеве. Спасибо, спасибо. Ну, вообще не допрягся. У всех друзья и семья, а у меня только я. Второй раз. Это припев. Это вот рифма Я Семья, которая, блядь, не то что во всех песнях. В этой, в сказке, в детском рассказе Пеппи Длинный Чулок была рифма Я Семья, как ребус. Вот настолько это задроченная вещь. Тут она в припеве. Карантин, уходи, уходи, карантин. Я понимаю то, что схожу с ума. Но я втыкаю в телефон. Это виртуальная тюрьма. Блядь. Конечно, было бы круто что-то взять, изменить. В такие минуты я все понимаю, что до карантина не мог оценить. Изменить, оценить. А вторая рифма здесь круто. И понимаю. Вы понимаете, блядь, уровень сонграйтинга. Что время не хватало, это полный пиздеж. Сейчас стало времени навалом. Ты его не берешь. Это мудрость, блядь, в тексте была. Я даже не считаю, нужно в это комментировать. Ну, то есть, понятно, что шуточная песня, да? Что вот такой лайтовый трычок, карантин. Наверное, что типа я дома заебался сидеть. Но, но как так банально-то? Почему так плохо-то? Ну, так же нельзя. Не могут же почти все, типа, рифмы в тексте быть прям, прям вот предельно ужасными. Одни глагольные, а другие я, семья, карантин, я один. Ну, ну пиздец же. При этом, опять же, я хотел взять сюда текст дипэксенса, но не взял. Потому что дипэксенса, вот Женя Мельковский, сейчас странная мысль будет, но дипэксенса Женя Мельковский, это как черное и белое, вот такие две противоположные. Я тоже банальностями начал говорить, чувствуете влияние Мельковского? Так вот, у Мельковского очень плохие тексты, но он отлично умеет себя продавать. В принципе, вот такой поющий парень с длинными волосами, который стоит, и у него вот такие авторские свои тексты про любовь, это вечный вообще жанр, вечный персонаж, который будет обретать новые-новые рождения, и каждому поколению нужен как минимум один такой, а лучше 145, и у всех все будет хорошо. И в этом плане Мельковскому респект, потому что, ну, карьера-то хорошая, цветущая, но при этом качество текстов просто жопа. У Дипэксенса все наоборот, у него тексты гораздо круче, у него, он, вот эту вот тему карантина, которую Мельковский развил как карантин один, я устал дрочить, звонит курьер, он меня заебал, Дипэксенс развил как киберпанк по-русски, что у нас здесь происходит какой-то сюрреализм, есть куча клевых находок в духе пролетит священник на голубом вертолете и прочие вот такие штуки, и что это вот такой вот наш сюр, но при этом очень плохо сделано и очень плохо оформлено. Вот просто посмотрите на обложку Мельковского и на обложку Дипэксенса. И теперь просто на обложку Дипэксенса. Ну почему это? Ну почему так? Ну как ты вообще это выдумал? Нахрена? И то же самое относится к его пению в треках. Над этим стебутся просто все, кому не лень, и он продолжает петь и гнуть свою линию. С одной стороны похвально, с другой стороны ну реально же всрато звучит. И вот возможно поэтому и Мельковский, и Дипэксенс находятся вот на том уровне популярности и вот в той вот своей целевой аудитории, в которой они есть. Потому что вот одному мешает качество текстов, другому мешает чувство вкуса и в принципе чувство прекрасного, да? И не факт, что я бы смог лучше. Судя по моим просмотрам и подписчикам, не смог бы, но оценивать-то, пиздеть из интернета, это все, что у меня есть. И по-моему это так. По-моему реально вот это и есть неразвитость русской сцены. Что у нас есть интересные чуваки, но у них есть вот это вот самое но, и это вот но, оно очень большое и ключевое. И оно влияет, и поэтому они могут расти, расти, дорастать до какого-то момента и потом останавливаться. Почему так происходит? Почему они не пытаются развивать свои, казалось бы, вот наглядно видно слабые стороны? Потому что есть группы типа Мураками. Сори, ребят, я не знал группу Мураками до того, как сел снимать этот ролик, но они тоже написали песню про карантин, и это образцовая хуета. Перед тем, как перейти к следующему тексту, важный офф-топ. У меня в телеграм-канале прошло уже несколько охеренных фотоконкурсов. Если не участвовали, можете зайти посмотреть, правда вы уже ни на что не повлияете, потому что опоздали, ну извините. Но в ближайшее время пройдет следующий. Суть этого фотоконкурса в том, чтобы сделать клевые фотографии, не выходя из своей квартиры. Мы будем дальше развивать тему фотоконкурсов, потому что получается очень круто. Я бы хотел делать ролики вот в эту стезю, но карантин, как вы понимаете, очень сильно этому мешает. Поэтому сейчас мы делаем с вами как бы тестовый конкурс. Призы при этом в нем будут ни хрена не тестовый, но конкурс тестовый. Нужно будет сделать крутые кадры именно дома. Можно играть со светотенью, вот сейчас вы видите примеры. Можно делать крутые автопортреты. Можно делать вообще все, что угодно. Главное, крутая фотография, которая сделана дома. И выбирать самые лучшие будут не вот этот вот сноп, которому вы там что-то сделаете, а ему, блядь, видите ли, не понравится. А будут выбирать чуваки из телеграм-канала. То есть абсолютно такие же, как вы люди. И как купить их внимание, поддержку, лайки, как раз вы наверняка и знаете. Может просто победить тезистая девочка. А может быть котик. А может быть чья-то шикарная фотография. В общем, попробуйте обязательно поучаствуйте. И главный приз-то какой? Призом является халявный месяц в моем закрытом паблике. Вход в который обычно стоит 5 баксов на патреоне ежемесячно. И здесь вы в нем потусите бесплатно. Собственно, нихреновая такая возможность, не правда ли? Поэтому участвуйте обязательно в конкурсе. А если вы не особо чувствуете в себе фотографическую жилку, тогда просто заходите в этот паблик. Там куча всякого рарного, интересного контента. Кино, музыка, книги, клипы, иногда документалочки, иногда всякие лекции, иногда посты в разделе. Охуеть! Это вообще самое интересное. Понимаете, да, у меня есть раздел охуеть. Все, мне совесть уже больше не позволяет рассказывать про мой закрытый паблик и конкурс в Телеграме. В общем, все ссылки в описании. И давайте к текстам. Опять же, может группа мураками хорошие люди. Может у них охуенные лайвы. Может еще что-то. Но я послушал песню в четырех стенах. Сейчас я зачитаю вам текст. Я бы его не комментировал. Но если я не буду комментировать текст, эти ролики не будут получаться. Короче, пусть запре... Блядь. Пусть заперты в четырех стенах. И снимся друг к другу лишь в грустных снах. Все по одному. Хоть не по двум, блядь. Как так? Почему? Дотронуться ладонью до экрана. Унывать рано. Дотронься ладонью до экрана. Вот если у вас возник вопрос, какого, блядь, экрана, это нормально. Дело в том, что до этого нас как будто ввели куда-то. То есть мы заперты в четырех стенах. И снимся друг к другу лишь в грустных снах. Именно в грустных снах. И стенах снах, да, это отвратительно. Квадратная, дебильная и предсказуемая рифа. Но тем не менее. Потом вот это... Все по одному. Что... Ну, допустим, так автор неуклюже высказал, что все одинаково и однообразно. Как так? Почему? Непонятно! Но потом какой-то экран, нахуй. Какой? Откуда? Почему? После предыдущих роликов с разборами текстов мне очень много кидают в личку стихов и песен за цены. Ребят, не надо. Я сейчас так пишу диплом. У меня нет времени на эти ролики. Не то, что на то, чтобы читать ваши тексты. Вот. Как вам понять, хороший у вас текст или плохой? Если он похож на это, он плохой. Точно! Вот эта вот штука, что появляется... Когда, казалось бы, идет какая-то нить повествования, да? А потом хуяк и появляется не между прочим, а прям вот... Прям вот на самом видном месте какая-то деталь, объект, образ, который при этом не значит нихуя. Непонятно, откуда он взялся, зачем он нужен. Вот здесь дотронься ладонью до экрана. Какого, блядь? Дальше. Каменный город тоскует. Мент на меня готов. Все по домам разбежались безлюдно. Больше никто не рискует. И перевернут наш мир абсолютно. Ну вот пиздец. Ну слова вообще не в попад. Это как будто писал не русский человек, а человек, который не знает сам язык, но знает как бы как читать слова. И поэтому может составить рифмы. Вот я, например, знаю английский на таком уровне, что могу правильно прочитать незнакомое мне слово, да? Потому что представляю, как работает транскрипция. И вот если бы я писал текст чисто из незнакомых слов на английском, я бы смог его срифмовать. И вот здесь то же самое. Почему? Если все по домам разбежались, то больше никто не рискует. И чем они, блядь, рисковали до этого? Нет, мы можем додумать чем, но это должно быть тут дано, тут же нихуя. Может они рискуют не дотронуться до экрана? И главное, блядь, перевернут мир абсолютно. То есть бывало такое, что мир был перевернут как бы не совсем. Как бы на 30 градусов всех вот так вот, блядь, наклонило. Все перекошенные шляются, но жить пока можно. А вот тут, блядь, перевернут он вообще абсолютно все наебнулось. Ну неужели это вот так непонятно? Неужели, вот что не может быть что-то абсолютно перевернутое? Это вот такой вот секрет. Неужели это на слух не слышно всем? Лайфхак для тех, кто пишет, да? Если что-то звучит, как будто так нельзя сказать, значит не надо так писать. Планы посыпались, карточный домик. Хочу кушать, зеленый слоник. Не, ладно, ладно, ладно. У группы мураками гораздо лучше. Планы посыпались, карточный домик. Можно гулять, если есть частный дворик. Да! Да, нахуй! А если нет, хуй там. Вот, блядь, вам глубокий текст. Устать от себя, от безделья и злости. Драматичная мхатовская пауза. Так хочется в гости. Понимаете, вот для этого был перевернут мир абсолютно. Вот для этого была вот эта вот накал драмы. Вот эта вот страсть про то, что мы заперты. И так хочется в гости. Вот они проблемы. Вот она драматичность, понимаете? Вот Сейн говорит, не надо писать песни про карантин и самоизоляцию. Это бред, ебаный, ничего не получится. Но в гости-то хочется. Вот смысл-то где? Суть! Пизда. Чтобы хоть как-то в эту обитель бомбежа добавить хоть что-то хорошее, я взял текст «Анакондес не норм». Он и вышел во время всеобщего карантина в России. И по смыслу тоже явно привязан к этому. Хотя напрямую прям и не отсылается. И надо сказать, что настроение похоже на то же, что у Мураками и у Мельковского. То есть это также написано в потоке общего карантинового бреда. То есть подразумевается, что эта песня, она должна быть такая, как бы с придурью. То есть что очень устали сидеть дома. И вот это вот все, оно уже сводит с ума. И вот такая какая-то придурочная штука, чтобы ты вот такой вот заспанный. Придом у тебя эта заспанность, она там днями не проходит, потому что ты целыми днями дома. У тебя день на день похож. Ты вот в таком вот состоянии. И ты должен вот так вот как бы попританцовывать под эту песню. Ну то есть она не претендует ни на что серьезное. И по идее не должна. Это единственная логичная манера написания вот подобной песни про карантин. Это должно быть что-то такое, ну, развлекательное и приколистичное. Есть очень много приколистичных песен. И, кстати, много именно у Анакондас. Вообще я к их текстам еще вернусь в других роликах. Здесь просто, чтобы вот всю эту жопу до этого разбавить. И Анакондас приплел. Так у них гораздо более интересные вещи есть. Но, в принципе, фишка текстов Анакондас в том, что это всегда вот такой вот эксперимент, который вот вынесли в песню. Каждая песня, она, как правило, основана на каком-то прикольчике. И конкретно в этой песне. Во-первых, припев. Вокруг мрачненько и депрессивненько. На душе моей темный минор. И в коробке из-под холодильника. Жить не норм, не норм, не норм. Во-первых, рифма. Минор не норм. Не то, что она какая-то сверх выдающаяся, но именно рифмы на созвучии, по-моему, самые приятные. Потому что они не то, что не режут ухо. Это вообще нормально, мне кажется, блядь. Рифмы не должны резать ухо. А они именно не надоедают, как будто. То есть они за счет того, что это не привычное нам рифма, наконец, слово, которое чаще всего можно услышать. А это как будто и не рифмующиеся слова, но при этом они настолько созвучные, что как будто созданы, чтобы стоять рядом. Возможно, это какой-то уже запредельный уровень задротства. Но мне прям нравится эта рифма. И вот сам куплет даже не то, что там написано, а вот как он выглядит. Это один, блядь, куплет. Я живу в гетто, я не знаю где кто. Это мой детдом, это мой дурдом, это мой храм, это мой притон, это мой саддом, мой ривенделл, мой бракенол, бракенлон, мой хоренхолл, это мой мир, это мой кров, это мой склеп, это мой гроб, мой звездолет, быть королем, уютно на нем, жить дикарем, так каждый год. Майка Тарико, Ростелеком, фильм про ментов, не был в метро, так далеко, я не ногой. И так хорошо, мой дом картон, мой дом картон, мой дом картон, мой дом картон. Сюрреалистический бред? Да. Прикольно? Да. И это все, что нужно. Вот, мне кажется, наилучший вариант карантиновой песни, что можно было сегодня выдумать, это вот это. Потому что, ну, можно было там, конечно, привести песню Семена Слепакова или другие юмористические вещи, но они же на то и юмористические. Нельзя стопроцентно комедийный продукт оценивать в ряду с все-таки продуктами на что-то претендующее. И вот это действительно отличная песня. Опять же, есть у анакондос вещи и получше, но здесь оно тащит чисто тем, что тут попытались что-то найти. Что есть центральная находочка в виде припева, клевый образ с коробкой из-под холодильника, и вокруг него наворачивается просто всякая хуета. И если вы не текстовый задрот и не слушаете песни, именно вот постоянно на этом сосредотачиваясь, то для вас это будет вообще просто рядовая песня анакондос. Что, ну, песня и песня. Клево сделано, клево срифмовано, клево, и музыка такая на позитивчике, хотя поется продепрессивненько. И оно, в отличие от остальных, что мы сегодня смотрели, оно целостное. Если вы послушаете именно эту песню, там во втором куплете гораздо больший бред, просто совершенно какие-то обрывки мыслей, но оно какое-то теплое и обаятельное за счет того, что искреннее, но при этом не банальное, в отличие от всего того, что мы слышали сегодня. В следующих видосах этой рубрики мы будем гораздо больше хвалить тексты, чем их ругать, поэтому, чтобы их не пропустить, нажмите колокольчик, там обязательно поставьте лукас, напишите коммент, проявите просто всю активность, что можете под этим видосом и другими моими видосами, чтобы они больше распространялись, и, соответственно, я лучше жил, и, соответственно, больше снимал видосов, но, в общем, понимаете, такой вечный круг, на который только вы можете повлиять. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки.